Атака левым флангом, пас в центр, удар, подача углового, добивание. Футболисты «Молнии» могли забить быстрый гол. Игроки «Росэлектроники» с трудом удержали равенство в счете. Сумели провести несколько ответных атак. «Молнию» выручил вратарь Александр Заико. Два раза нам повезло. Один момент был, когда со штрафного. В дальнюю девятку шел мяч. Потом после этого еще с углового чуть не забили в ближний угол. Быстрые атаки. Обе команды стали чаще играть в средний пас из серии опасных моментов. У «Молнии» мог отличиться Илья Суворов. Мяч после удара полузащитника прошел рядом со штангой. Футболисты «Росэлектроники» пробили несколько опасных штрафных. Были близки к успеху. Ускорились, были моменты. Подкручивали хорошо мяч. Но вратарь хорошо сыграл. Эти моменты. Битва за инициативу. Прессинг, скоростные рывки, борьба за мяч. Гол на характере. Молодой нападающий «Молнии» Даниил Горбачев выиграл единоборство на линии штрафной. Сделал передачу. Спел к отскоку. Прострелил. На 43-й минуте Артем Иванов открыл счет в матче. Два гола на старте второго тайма. Оба мастерскими ударами. Иван Черноусов мощно пробил сходу. Суворов блестяще реализовал штрафной. 3-0. Атаки на Кураже. Убегать. Мяч начал в коридоры проходить между игроков. Передачи стали более точные. Ну, это все. Думаю, уверенность пошла от тех забитых мячей, которые были в конце первого тайма, в начале второго тайма. Это придало уверенности. Почувствовали игру, почувствовали соперника. Соперник начал по игре угасать немного. Но это пошло нам на руку. Натиск молнии. Стремительные комбинации. Красивый гол, забитый из офсайда. Два точных удара с игры. Игорь Бондарев забил четвертый мяч. Точку матча поставил Артем Иванов. 5-0. И молния вышла в лидеры городского чемпионата. Они стали опять приобретать те игровые связи, которые были в прошлом году. Которые помогали выигрывать матчи практически. В прошлом году мы не проиграли ни одного матча в чемпионате. То есть вот сейчас начинает вырисовываться как раз та команда, которую я люблю, которая мне нравится. Следующие матчи в чемпионате города по футболу будут сыграны 31 мая. И в центральном сразятся претенденты на медали «Локомотив» и «Молния». Владимир Ростовин, Андрей Соколов. Антенна 7.